Сегодня мы рассмотрим схему простого триггера на одном реле. Это схема включения и выключения одной кнопкой любой нагрузки. Вашему вниманию очень простая электрическая схема триггера на одном реле. Для тех, кто не знает, что это такое, поясню. Допустим, имеется задача организовать схему, которая замыкала бы контакты, управляющая той или иной нагрузкой, с помощью всего лишь одной кнопки. Кнопка без фиксации. То есть, один раз нажали на кнопку, реле сработало и включилось. Второй раз нажали на кнопку, реле выключилось, переходя в исходное состояние. Ну а примером применения такого электрического переключателя на реле может быть вариант проходного выключателя. Это когда включение и выключение освещения можно осуществлять из различных мест, где установлены кнопки схемы. Количество кнопок включения и выключения может быть различным, и все они подключаются параллельно друг к другу. Думаю, смысл этого понятен. А теперь давайте разберем, как именно работает данная схема, состоящая всего лишь из нескольких элементов. Сразу можно увидеть, что схему можно разделить на две части, по вертикали. Неким мостом этих частей выступают электрические переключатели, нефиксируемая кнопка S1 и одна рабочая группа контактов самого реле K1. Итак, на схему подается напряжение питания, используется постоянный ток. В начальный момент с реле ничего не происходит, а вот поданное на схему питание идет на зарядку конденсатора C1. Причем скорость процесса заряда ограничивается резистором R1. Конденсатор заряжается очень быстро. Далее, когда мы нажмем на кнопку S1, то накопленный конденсатором электрический заряд через эту кнопку пойдет на катушку реле, что спровоцирует кратковременное срабатывание этого реле. При этом рабочая группа контактов K1 данного реле переключится, то есть плюс питания уже присоединится к резистору R3, что обеспечивает постоянное питание катушки реле от источника питания этой схемы. Реле перешло в режим самозахвата или самоблокировки, то есть поддерживается внешним питанием само себя. В результате мы одним нажатием на кнопку перевели реле из нерабочего состояния в рабочее. Другие группы контактов реле, которые не указаны на этой схеме, но имеются в самом реле, могут быть подключены к различным внешним устройствам, тем самым управляя различными нагрузками. Если эта схема триггера на реле стоит в проходном выключателе, то начнет гореть свет в определенном помещении, коридоре и т.д. Поскольку плюс питания переключен на катушку реле, то в это время процесс заряда конденсатора отсутствует, а тот, который был до этого, израсходован на старт включения катушки реле. А то остаточное количество электрического заряда, что могло остаться на конденсаторе, быстро разрядится через параллельно стоящий резистор R2. Итак, как известно, разряженный конденсатор имеет практически нулевое сопротивление. Как только мы второй раз нажмем на кнопку S1, то получится, что этот конденсатор на короткое время закоротит катушку реле. Это равносильно, что мы на короткий промежуток времени поставим перемычку на эту обмотку реле. Естественно, это приведет к тому, что реле кратковременно отключится и вернет свои рабочие контакты K1 в исходное состояние. В итоге, плюс питание обратно начнет заряжать конденсатор, а катушка реле останется без запитки. Схема триггера на одном реле снова поменяет свое состояние из рабочее в нерабочее. Наша схема проходного выключателя, что взяна для примера, отключит освещение в помещении, и эта схема обратно готова к новому циклу включения-выключения. Может возникнуть вопрос, а зачем нужны резисторы R1 и R3, стоящие последовательно к конденсатору и катушке реле? Ведь они только ограничивают силу тока. А дело в том, что если не будет резистор R1 на конденсаторе, то при подаче напряжения питания для его зарядки в начальный момент времени возникнет некоторая просадка напряжения в самой питающей цепи, поскольку, как я уже упомянул, в разряженном состоянии конденсатор практически имеет нулевое сопротивление. Именно это кратковременное падение напряжения в цепи питания схемы может отрицательно влиять на стабильность работы триггера, что приведет к нестабильным срабатываниям данной схемы. Если же будет отсутствовать резистор R3, стоящий последовательно с катушкой реле триггера, плюс сразу будет подаваться на катушку реле, то при попытке отключения питания от катушки реле, путем ее замыкания разряженным конденсатором, то значительная сила тока питания не даст это сделать. Энергия питания оказывается достаточной для осуществления питания катушки и процесса заряда конденсатора. В итоге, при нажатии на кнопку для отключения схемы ничего не произойдет. Схема триггера на реле не отключится. Именно резистор R3 делает определенное ограничение потоку питания и делает схему работоспособной. Мы сегодня рассмотрели миниатюрную схему триггер, собранный на реле. В этой схеме используется всего лишь 6 деталей. Но эта схема очень полезная, ибо она с одной кнопкой может и включить, и выключить питание любой нагрузки. Мы советуем повторить эту схему, ибо она рабочая и хорошо себя зарекомендовала. Ссылку на эту схему вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами знакомимся и рассматриваем, как работают интересные, полезные и несложные электронные схемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok